Олег Геннадьевич, я желаю Вам силы и счастья. Скажите, пожалуйста, как Вы молитесь? Я? Я включаю голос святого человека, настраиваюсь в него звук и повторяю молитву, как он. Не такого же ритма, а в таком же настроении. Не двигаюсь, погружаюсь в его звук и постепенно начинаю чувствовать это пространство, в котором его звук звучит. Это пространство силы. То есть я дохожу до этого пространства силы, потом дальше я спрашиваю свое сердце, я вошел в это пространство силы через его звук, спрашиваю свое сердце, куда эту силу нужно направить. И сердце там туда, вот этому человеку надо помогучить. Я тогда настраиваюсь на эту силу, думаю о этом человеке, мысленно клавирусь ему и говорю в свое сердце, силу туда. А мне служение Богу. Дальше сила идет туда, и я смотрю, как она побеждает эту ситуацию. Я чувствую судьбу и вижу, как победа идет. Вы тоже чувствуете. У тебя в спокойствии может быть в сердце быть по поводу чего-то, или беспокойство. То есть можно это глубже понимать, и тогда можно видеть, как побеждается судьба с помощью молитвы. Надо учиться просто. Какие молитвы в нашей стране ситуации? Молитва всегда, самая лучшая молитва, это Богу хвала, хвалить Бога. Аль-Хамду-Лили на это мусульманское, Богу хвала, Аллилуйя, Богу хвала, и так далее. То есть во всех верах мира есть такая молитва, Богу хвала. Ну то есть хвалить Бога, прославлять Бога. И если ты молишься так, это самая сильная молитва. Больше не надо, ничего просить у него не надо. Просто повторять на четках одно и то же. Славить Бога, славить Его, славить, славить. И тогда Бог будет сам решать, что делать для тебя. Аллилуйя, вот Аллилуйя. Можно во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Отца и Сына. Не весь ученый, а все именно прославляющая часть. Да, потому что кажется, что в православии очень много таких красительных молитвов. Это тоже хорошо. Это хорошо, потому что бывает, ситуации критические в жизни. Допустим, кто-то уходит из жизни, и ты говоришь, Господи, помоги, помоги. Мы не справляемся. Но это только в критических ситуациях. Так надо просить, вопить прямо Богу. А в остальных случаях надо его просто прославлять. Допустим, у вас много детей, и вы их научили готовить. Они готовят что-то, и они говорят, мама, помоги им, нам что-то не справляемся. Вы говорите, да справитесь, все нормально, продолжайте готовить, все у вас получится. Просто их вдохновляют. И они готовят, у них все получают, что-то не получается, вы принимаете. Но иногда они говорят, мама, все сгорело, сейчас все сгорит. И вы идете на помощь. Такие же отношения у нас с Богом. Мы не должны Бога беспокоить по каким-то мелочам, мы должны Его просто прославлять, хвалить Его. А в трудную минуту, если человек прославляет Бога даже в трудную минуту, и как бы считает, что сам Бог решит, нужна помощь или нет, это самый сильный способ отношения к Богу. Самый сильный. Ниже это, когда человек в трудную минуту просит. Но всегда при этом прославляет Бога. Тогда Бог откликается немедленно. Еще ниже, когда человек постоянно просит. Ну как бы Бог понимает, что он как бы этот человек очень слабый, он не верит в него, и поэтому он просит его постоянно, потому что не доверяет. Но он ему напоминает, ты не забыл, что мне нужно, вот я тебе говорил вчера, ты не забыл, и тебе сегодня как бы еще раз напоминает, что ты забываешь все время. Ну не верит Богу на самом деле, не доверяет ему. Он постоянно ему крячет одно и то же.